МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Народная социалистическая партия Молдовы выступила в поддержку кандидатов президента и председателя партии социалистов Игоря Додона. Представители политформирования призвали граждан проголосовать за Додона политика, который способен изменить положение дел в Молдове к лучшему. У нас в гостях лидер Народной социалистической партии Молдова Виктор Степанюк, и об этом поговорим. Здравствуйте! Добрый день! Итак, стремление изменить ситуацию к лучшему, в общем-то, понятно, и оно объясняет ваши отношения к этому кандидату в президенты. И, тем не менее, почему никто иной? Ведь, в общем-то, во всех предвыборных речах, которые мы слышим от тех или иных кандидатов на кресло главы государства, звучат желания, во всяком случае, стремления изменить жизнь нашу с вами к лучшему. Тем не менее, вы выступаете за конкретного кандидата. Ну, надо признать, что ситуация и политическая, и социально-экономическая в стране очень сложная, даже, можно сказать, архи-сложная. И постоянная деградация социально-экономической жизни страны, и депопуляция, и мы видим, что не просто падают какие-то там показатели в экономике, но многие экономисты говорят, что у нас вообще экономики не стало. Мы не видим здесь работу предприятий, не функционирует малый и средний бизнес, и так далее. То есть, полная апатия, и эта апатия уже не просто накрывает все общество, уже заметно, что очень большие слои молодежи, данные показывают две трети, они никак не связаны, и не хотят связывать свое будущее с этой страной. Нашу страну надо спасать. И не случайно и протест на это движение, которое было последние годы, потому что вот кража миллиарда, и вообще нежелание власти искать здесь виновных преступников, мы видим, что здесь замешаны даже государственные органы власти, начиная с правительства и кончая, может быть, и национальным банком, и даже парламентом. Это говорит о том, что власть потеряла всякую легитимность. И вот избирательная кампания нынешняя, значит, по избранию президента, вот проходит в таких условиях. Конечно, власть хочет сохранить свои позиции, они хотят получить и эту должность президента. Выдвинуто огромное количество кандидатов, мы видели, что на определенном этапе их было около даже 20. Сейчас вроде осталось только 10, но каждый гражданин и каждая политическая партия участвует, она открыто в выборах не участвует, она так или иначе должна быть определенным образцом анализа, объективного анализа, предложить варианты решения проблем. И с учетом того, что наша партия не участвует в этих президентских выборах, мы высказали, значит, высказались в декларации еще весной относительно вот даже нелегитимности вот этого решения Конституционного суда, но уже факт есть, что процесс избрания президента, он находится сейчас на заключительном этапе, и видно, что политический класс, в том числе оппозиция, согласилась с этим процессом. То есть он получил легальную, значит, законную и даже легитимность получил. Сейчас на этом этапе очень важно обществу и политическим силам не ошибиться. И вот на заседании полисполкома нашей партии мы обсуждали этот вопрос последние дни, надо сказать, что встречались несколько раз, 20-го, 23-го, сегодня еще раз утром. И действительно, мы выступаем сегодня ясно за кандидатуру Игоря Дадона, с учетом того, что анализ кандидатур, которые выдвигаются, их можно разделить вот этих кандидатов буквально на три типа кандидатов, но Дадон один из тех кандидатов, которые имеют за спиной, безусловно, мощную политическую силу, имеет опыт государственного управления, имеет опыт экономиста, что очень важно в условиях, нынешних условиях Молдовы, потому что многие, видите, как ориентируются все-таки больше на геополитику. Вот, к сожалению большому, наша страна и вот общество, и еще вот через 25 лет, с года Декларации независимости, мы не научились смотреть прагматично на вещи, смотреть и в первую очередь, и думать об интересах основных чаянек простого человека, об ее национальных интересах, понимать, что нужно в первую очередь работать на свою страну, и использовать и внутреннюю, и внешнюю политику, вот именно в этих целях. К сожалению, части интеллектуалов, в том числе кандидатов и партии, довольно влиятельны, они нас тянут постоянно на баррикадах геополитических. Что касается нашего кандидата, почему поддерживаем Дадона? Потому что, безусловно, что Дадон, имея опыт работы еще в правительстве тогда, имея довольно успешные проекты, которые он тогда реализовал, ну, конечно, были и недостатки, мы знаем, и иногда мы сталкивались по этим проблемам, но, с другой стороны, когда анализируешь нынешний состав кандидатов, очень ясно, объективно, хочется, нравится, нам Дадон не нравится, он объективно сегодня является кандидатом с самым большим рейтингом, и с самой большой поддержкой именно в среде специалистов. Мы говорим, есть специалисты в государственном аппарате, и есть специалисты, которые, мы считаем, люди, которые разбираются в экономике, которые сегодня выдвигают какие-то проекты, какие-то варианты разрешения основных социально-экономических проблем. И, безусловно, что они открывают вот программу, недавно выпустила партия социалистов, вот этот проект по социально-экономическому развитию 2017-2020 года. Я вам скажу, что наши специалисты, наши партии по экономике говорят, что это один из самых хороших документов последних 10 лет. То есть ни одна партия ничего подобного не выработала. Больше того, вот эти все программы правительства этого нынешнего альянса, и 2009-го, и 2010-го, и 2014-го года они слабее, они пустые, они буквально без содержания, там больше лозунгов, чем реальные экономики. Простому человеку сегодня, любому гражданину, не имея значения, каких он идеологических, политических воззрений, конечно, ему нужны определенные гарантии, определенные, значит, видения перспектив. То есть нужно выходить из апатии. А выход из апатии видится все-таки на уровне специалистов, которые должны очень ясно не просто говорить о том, что государство наше состоятельное, но должны очень ясно говорить, почему состоятельное. Потому что мы все-таки можем поднять экономику, мы можем поднять, значит, выпуск товаров в нашей стране. У нас все-таки есть возможность открыть новые рынки сбыта и иметь очень ясную, внятную, поддержанную населением и внутреннюю, и особенно внешнюю политику. Вот в нашей декларации, например, сказано о том, что нужно сохранить баланс, значит, во внешней политике, баланс геополитических интересов и так далее. И, с другой стороны, эту внешнюю политику нужно видеть в стратегическом, системном таком, системном подходе. У партии социалистов сегодня такие специалисты есть. Мы должны признать, что плохо, хорошо, партии наши все слабые, но в этом смысле все-таки партия социалистов, она выделяется. И поэтому я представляю себе сейчас, когда президент избранный, имея нынешнее парламентское большинство, потому что отправить этот парламент в отставку на досрочные парламентские выборы будет совсем нелегко. Я говорил и советовался в том числе и с специалистами-конституционниками, они говорят, будет непросто, потому что Конституция, парламентское большинство, правительство будет принадлежать другой силе. И если президентом станет Додон, Додону придется не просто иметь очень большой потенциал консультантов, консильеров в президентуре, в партии он имеет, но имеет возможность выходить на очень широкий, в том числе политический, диалог. Потому что надо будет, с одной стороны, вроде отправить в отставку нынешнюю власть, идти на досрочные парламентские выборы, но с другой стороны, вы понимаете, что президент в области экономики имеет все-таки очень довольно узкие у него полномочия, поэтому ему придется работать, наверное, и с парламентскими партиями, и с широким кругом специалистов, которые находятся вне сегодня парламента. Я скажу уже как историк, что такие случаи были. Я говорю о случае оппозиции в свое время Испании, Германии после Второй мировой войны, скандинавские страны, в том числе Финляндия и Швеция, которые имели такие правительства коалиционные. То есть нынешний парламент, если даже невозможно будет его отправить в отставку с самого начала, но его можно заставить, имея, конечно, очень серьезного и волевого президента, президента, который придет с предложениями и с конкретными проектами. Потому что что мы видим в нынешней власти? С одной стороны, они не хотят уходить на досрочные парламентские выборы. Оппозиция не смогла сплотиться очень жестко против них. С другой стороны, мы видим, что они некомпетентные. Больше того, может быть, что они компетентны, но они умеют работать только на себя, на свои корпорации, на свои бизнесы. Это очень ограниченная компетентность в этом смысле. Да. И надо сказать, что есть и первое, и второе. Ослабление государственного аппарата мы заметили, мы в свое время, будучи в команде господина Воронина, мы заметили, какая слабая государственная власть была еще на уровне 98-99. Уже тогда, когда власть была не способна платить зарплаты, проводить какие-то реформы, уже тогда большая часть специалистов компетентных ушло, просто убежала. Чтобы не отвечать, убежали, можно сказать, ушли от ответственности, в том числе. Ушли в бизнес, ушли в какие-то там компании, в том числе международные. И государственный аппарат остался таким слабеньким. Воронин, надо признать, он укрепил государственный аппарат все-таки специалистами. Вы знаете, что он подбирал не только из партии, но и вне партии. И Воронин был в этом смысле определенным для нас примером. Тогда, особенно на начальном этапе. Потом он там наделал ошибок очень много. Но на первом этапе вот этот широкий диалог у него, может быть, получился не очень открытым, но он проводился. Надо сказать, что вот изучение кадровой вообще политики, кадрового потенциала общества, он проводил очень-очень активно. Были проблемы, например, по экономике. Он искал, и надо сказать, в том числе и Дадона, Игоря Николаевича, он нашел. Он нашел как молодого тогда специалиста, перспективно он продвигал его, хвалил когда надо. Мне сейчас удивляет, когда он набрасывается просто по любому случаю против Дадона. Вот даже вчера в передаче. Но надо сказать, что, повторяю, потенциал кадровый, значит, сейчас надо собрать, надо его искать. И без широкого такого диалога, в том числе и политического, значит, это будет получаться очень-очень слабо. У других кандидатов этих шансов нет. Вот, что бы ни говорил господин Лупа, я смотрю, что он иногда ходит и говорит, вот мы открыли рабочие места, где-то там в Бельцах и так далее. Это чепуха. Когда мы говорим о тысяче рабочих мест, в то время, когда только за последние 7 лет из страны, из вообще производственной сферы ушло более 200 тысяч. Было 840 тысяч человек, которые платили налоги, сейчас платят какие-то 600. То есть, получается, что 200 тысяч ушло. Как мы говорим о развитии, о модернизации, если люди уходят, если экономика не развивается? Как мы будем вообще содержать государство в бюджетную сферу и так далее? И тогда приходят такие, так называемые, реформаторы в кавычках, которые говорят, ну, нет денег, как мы можем сохранять количество госпиталей или школ? Давайте мы школы будем закрывать. В таком случае возникает, смотрите, или укрепляется, точнее, риторика людей, которые утверждают, что государственность Молдовы несостоятельна, что страна не сумела за эти 25 лет своего существования как независимого демократического государства состояться. И тогда, ну, знаете, признание всего этого, может быть, и есть, так сказать, правная точка к размытию ответственности. Тогда мы не состоялись, мы делали все возможное. И в этом есть определенная опасность. Я почему заговорил именно об этом? Буквально за несколько часов до нашей с вами встречи представитель партии социалистов провел брифинг, пресс-конференцию, на которой он заявил о том, что, точнее, выступил с обращением гражданам страны объединиться и сплотиться во имя национальных интересов государства. Не раскрывая, в общем-то, пока, ну, не раскрывая каких-то определенных скобок в этом отношении, но мне, как журналисту, по роду службы приходится делать целый ряд материалов, где я вынужден, ну, не знаю, там, стучаться, пытаюсь достучаться до небес в отношении того, что, смотрите, идет размывание государственных ценностей, оплота государства. И вот ваш взгляд на это заявление председателя партии социалистов, в чем угроза национальному интересу, в чем конкретно назрела вот необходимость, или что стало причиной вот этой острой необходимости сегодня объединиться ради защиты национальных интересов Республики Молдавия? Эта проблема возникла не сегодня. Проблема вообще объединения, давайте скажу так, как политолог, политических элит у нас стояла постоянно после 91-го года, потому что расколы, которые есть в нашем обществе, их больше, чем в любой другой постсоветской, постсоветической стране. Понимаете как? Проблема Польши, то, что есть старая бюрократия, есть новая бюрократия. Проблема Молдова, что элиты разделились не на два сегмента, а на несколько больших сегментов. Здесь есть и государственники, есть и унионисты, здесь есть и проевропейцы, есть пророссийские, есть промолдавские, есть люди, которые согласны с молдавской нацией, с названием, есть люди, которые не соглашаются и так далее. То есть разлом больше. И поэтому здесь, конечно, руководящим силам, те особенно силам, тем элитам, которые получили власть в свое время, например, президенту Снегуру, потом президенту Лучинскому. Очень большая власть была у господина президента Воронина. И мне очень неприятно говорить о том, что мы могли сделать тогда в 10 раз больше. И был такой потенциал, в том числе профессиональных специалистов и понимания. Но, повторяю, что не удалось вот это сплочение, вот этот диалог социально-политический довести до какой-то логической. Вопрос объединения после 2009 года заговорила оппозиция, в том числе и партия социалистов господина Додона. Говорил я в свое время, у нас есть несколько обращений. Когда началось протестное движение, я повторяю, в 2015 году, обратите внимание, что на определенном этапе вышли на улицы не только правые силы, которые поддерживали платформу или правоцентристские, но вышли и центристские, и даже левоцентристские политики. В том числе наша партия сделала несколько заявлений относительно этого и идеи объединения. Додон прав на этом этапе, наверное, имея в виду в том числе вот эти выборы, как говорится, дела избирательные, выборные. Это понятно. С другой стороны, я считаю, что мы не должны останавливаться на декларациях вот этого фрагментарные. Здесь нужна очень серьезная концепция. Притом я вам скажу, что и в программе нашей партии, то есть народной, социалистической, и в программе партии социалистов, и я знаю, и в программе возрождения других стран, других партий, есть эта идея объединения. К сожалению, она не содержится у правоцентристских партий. Но в свое время, вот я говорю о партии демократической, у господина Дьякова идея вот такого центризма объединительного тоже была. К сожалению, ни одна из этих партий ничего не сделала. Возвращаясь к вопросам государственности, к вопросам национальных интересов и состоятельности вот государства, нужно сказать, что состоятельность государства, конечно, в первую очередь зависит от населения и от политических элит. Пока наши элиты не объединяются, обязательно найдутся соседи, обязательно найдутся большие геополитические игроки, как в случае с Украиной, и будут разделять, потому что разделяя и властвуй, разделять и оккупировать сначала геополитически, идеологически, цивилизационно, а потом, может быть, и экономически, и в военном смысле, практически они эту страну захватывают. Они становятся страной колонией. Хотя ширма есть, что вроде государство суверенное и демократическое, но там все захвачено и схвачено. Поэтому нам нужно объединить элиты, то есть этот диалог нужен. Когда мы говорим о состоятельности, состоятельность элит означает, что они выработали не просто декларативную программу, вот мы любим государство, надо каким-то образом модернизировать. А все это модернизация идет по конкретным программам. Почему я говорю, что даже вот мы на полисполкоме изучали вот эту программу развития, которую предложила партия социалистов, она нам понравилась. Больше того, мы согласны даже прийти с некоторыми дополнениями. Но здесь нужен круглый стол. Но этот круглый стол не должен быть между двумя партиями. Здесь нужен большой пласт, в том числе интеллектуалов. Я случайно, я сегодня обратился, между прочим, к интеллектуалам. Потому что некоторые большой растерянности. С одной стороны, они хотят в Европу, с другой стороны, они видят, что эта элита про-западная, она полностью опозорилась. Она потеряла всякие авторитеты. Сейчас они, конечно, начинают смотреть и на других лидеров. А все-таки, что такое этот ДОДО? Или что такое там другие? И молдаване все-таки по-своему большие патриоты. Вы видите, что несмотря на всякую пропаганду унионизма за эти 25 лет, за очень большие финансовые вливания в эти деструктивные силы, все-таки более 80% населения любят эту страну, хотя многие и уехали, но постоянно отправляют деньги домой, они надеются на возрождение этого государства. Что должна делать элита? Показать, что они состоятельны. Показать, что у них есть проекты и у них есть решимость сесть за стол переговоров и договариваться даже с чертом иногда приходится говорить. То есть надо говорить с оппонентами. Со всеми, например, государственниками. Кого считать государственниками? Я, например, лично и в нашей партии есть такой подход. Мы должны считать государственники все люди, которые ратуют за это государство. Не имеет значения, что это человек либерал или какой-то демократ или какой-то там мы называем его националистом. Потому что националисту рознь. Есть просто шовинисты, есть и экстреминисты. Это один вопрос. А нормальный мягкий националист, который любит свою страну, любит свою нацию и так далее. И даже с этими слоями нужно уметь находить общего языка. Нам кажется, что вот лидерам, таким лидерам, которые, вот Дадону, например, у меня были определенные симпатии к Андрею Настасу, они могли бы. К сожалению, я смотрю, что избирательная компания их разделила по разные стороны барькады. Приходится сожалеть. Но Дадон имеет здесь преимущество. И вот это его сегодня обращение, мне кажется, что на этом этапе, во-первых, заставит, может быть, определенные слои, в первую очередь интеллектуальные круги, я считаю, все-таки очень серьезно подумать, что они будут делать в воскресенье. И что они вообще будут делать в последующие 2-3 недели, потому что придется избирать президента. Может быть, что это еще шаг к тому, чтобы встречаться с разными политическими лидерами. Я даже вижу, что кандидат, который имеет больше сегодня безусловно шансов победить господин Дадон, может быть, что он должен собрать в узком кругу или в широком кругу лидеров, ведущих политических партий, прогосударственнических. Ну, понятно, кто там на правом фланге и ни в коем случае не хочет сесть за стол переговоров. Потому что, к сожалению, есть и такие экстремисты среди политиков, но с другими надо садиться и сказать этим людям, я не враг этому народу, я вырос в этом, я вырос в селе, я вырос до вице-премьера, до лидера партии, мощнейшей партии сейчас в Молдове. Я не против, пожалуйста, мы будем вести диалог. Я не хочу стать президентом для своей партии, я стану президентом для всего народа. Мне кажется, что этот диалог, в принципе, нужен. Но само обращение я приветствую, считаю, государство наше состоялось. Сам факт, что оно существует 25 лет. Другое дело, что основные приоритеты, в том числе национальные интересы до конца, именно элита виновата в этом. Народ хочет, государственность. Элита, а элита иногда, вы понимаете, как? Чтобы найти выход на модернизацию страны, иногда некоторые страны проходили столетия. Конечно, мне хочется, чтобы это случилось завтра. И я надеюсь, что это случится завтра. С другой стороны, не надо делать себе иллюзии, что придут какие-то спасители. Потому что государство – это наше общее дело. Республика означает общее дело. Демократия означает дело большинства. В данном случае мы считаем наше государство, несмотря на всякую апатию, которая есть в обществе, мы считаем, государство состоялось. И на эти 80% населения, даже на все 100, даже у унионистов сегодня, вот среди молодежи есть часть, которая не верит уже никому. Но, с другой стороны, я понимаю, что если завтра президент, власть придет конкретно с какими-то решениями, с появлением промышленных предприятий, с созданием рабочих мест интересных, какими-то новыми производствами, с открытием рынков, в том числе не только на Западе, мы же ждем, что Европейский Союз нам откроет. Вроде они открывают, но там очень мало продается. Видно, что нужно очень ясно, да, надо вернуться к рынкам традиционным. В данном случае у Додона все-таки возможностей больше. Видно и по его опыту, и по его связям, которые есть в России. И тогда, конечно, молодежь вдруг заметит, что оказывается, что все-таки есть у нас элиты, которые могут решать вопросы, то есть могут управлять страной не только в интересах личного бизнеса и своих там банков, и не знаю то. Ведь нынешняя власть и самые большие наши олигархи, посмотрите, они не открыли никакого серьезного производства в республике. Ну понятно, они люди богатые. Допускаем, что капитализм предусматривает, что есть и богатые люди. Ну откройте хоть предприятие, покажите, что у вас есть возможность, есть голова, есть, как говорится, интеллект. Построить предприятие современное, открыть рабочие места, открыть современное производство. Берите пример даже соседей, вот с той же Белоруссии. Не нравится вам Белоруссия, пожалуйста, Германия, Швеция и так далее. Откройте рабочие места, откройте какие-то новые производства, если вы говорите о модернизации. Они же 7 лет болтают, извините, пожалуйста. Модернизация, европейская интеграция, новые, какие новые, если даже старые разрушаются. В данном случае я понимаю этот государственный интерес, и я заметил это, и совпадают здесь наши подходы и с партией социалистов, что основные наши интересы сейчас это модернизация страны, это возрождение страны, это новое производство, это восстановление промышленности, это построение нового оснащения технической сельского хозяйства, это возвращение веры вообще в нас как нацию, как людей, которые могут производить людей трудолюбивых, людей, которые являются хорошими хозяевами у себя дома. Мы не умеем не только петь и танцевать, но мы могли, и советское время показало очень ясно, что у нас было очень серьезное и солидное производство. И кто производил? Молдаване производили, учились. Образование, слава богу, еще есть в этой стране, система образования. Да, оно деградирует, но оно еще потенциал сохраняет. Поэтому я думаю, что и пример таких стран, например, как Китай, да, та же Германия, повторяю, после Второй мировой войны и другие полностью разрушенные страны, Мексика, Аргентина, показали, что при хорошем менеджере, при хорошем сильном президенте, сильной, значит, исполнительной власти, страна может восстановиться за какое-то десятилетие. Очень жестко, очень ясно. Конечно, в условиях демократии нужно уметь, как говорится, договариваться, обсуждать вопросы, вести диалог, постоянно говорю об этом, вести диалог, искать иногда компромиссы, хотя бы на, вот, в Испании 1977 года, после Франка. После 40 лет управления, можно сказать, фашистского режима, и после того, как эти все партии, левые и правые перессорились, приходит лидер, да, Суариш, приходит к королю и говорит, ну давайте спасать страну, я не против, я согласен идти на, он был правоцентристом, он говорит, я согласен идти с коммунистами, с социалистами, со всякими анархистами даже, и идти на создание правительства. Я вижу, что у них тоже есть кое-какие интересные предложения, давайте создадим правительство национального согласия. Они подписали пакт Монк-Луа, который действовал 11 лет, и в результате этого пакта решили проблемы, значит, рабочих мест, повышение зарплат, модернизации страны, Испания стала другой страной. Это был национальный компромисс. Господину Воронину в свое время мы постоянно говорили, господин Воронин, вот улица протеста, вы помните протесты 2001-2004 год, показала, что интеллигенция не готова еще воспринимать нас, левых, в этой стране. Поэтому здесь нужны другие шаги, более, как говорится, мягкие, более компромиссные, и с этими слоями населения, в том числе интеллигенции, в том числе элит политических, нужно уметь сесть за стол переговора. Воронин в начальном этапе начал это все проводить. Другое дело, что на следующем этапе, после 2005 года, он отказался от этого. Я считаю, что это была ошибка, и это показал 2009 год. Следующему президенту, я хочу, чтобы уже ясно, и мы хотим, чтобы этот президент был, значит, додон. Но сложностей будет, может быть, в пять раз больше, чем у господина Ворольна. Поэтому подобрать сильнейшую команду, подобрать специалистов и так далее. И уметь вести переговоры. Ему сегодня верят, мы не знаем, сколько населения, но я считаю, что ему верят от 40 до 50% населения. Может быть, даже и больше. Вот рейтинги показывают, что большая часть населения все-таки склоняется не в сторону Европы, а в сторону России. В данном случае, конечно, потенциал избирательный у додона выше. Но, конечно, власть, и я смотрю, что некоторые спойлеры, будут сейчас максимально ему мешать. Ему будет сложно, но он должен двигаться в этом направлении, потому что все остальные другие кандидаты, они слабее. И мы зря, я обращаюсь снова к нашим коллегам, к интеллигенции, к молодежи, и снова будет определенное потерянное время. Потому что нам нужен президент, суверанист он называется, человек, который умеет на первом плане ставить все-таки интерес к стране. Да, внешняя политика очень сложная. Вообще дипломатия в условиях Молдовы ввести внешнюю политику, в условиях, когда есть геополитическое противостояние, когда у нас Приднестровский конфликт, когда у нас закрыты рынки и там, и здесь, и продукция вообще неконкурентоспособна. Здесь строить внешнюю политику, модернизировать страну, арки сложно. То есть мы буквально упустили время. Это упущенное время президента и Снегура, и Лучинского, и особенно Воронина. Это должно нас заставить сегодня очень серьезно подумать. Мы избираем снова, значит, в смысле геополитически, нам нравится обязательно человек Вашингтона, или человек, не знаю там кого, Бухареста и так далее. Или мы все-таки выбираем государственника, человека, который не просто декларирует государственность, но который и как экономист, и как управленец, как джостионар, как мы говорим по-молдавски, как управленец, он видит проблему, он видит проблемы, их огромное количество, он умеет советоваться, и он будет синтезировать, как говорится, новые идеи, новые проекты. Властники показали, вот нынешняя власть за 7 лет, что они ничего не умеют, ничего, кроме декларации, ничего. Ну почему же миллиард можно было видеть, при их возможностях вымыть из нашей кассы. Да, то есть это антинародная власть, и там есть какие-то там люди, которым мы еще, может быть, верили, которых мы уважаем, может быть, как специалистов, с определенным опытом, но трагедия, что случилось с этими деньгами, и посмотрите, что никто же по-серьезному не ищет. Когда целые власти, ветви власти, судебная власть, прокуратура и так далее, президент, который вообще своим указом наложил, как говорится, законность на этот неправильный закон, в том числе он судья, я его критикую еще за это, что у судьи все-таки есть какая-то честь, какой-то там, понимаете, как, вонуаре. Он должен был отдавать отчет, и как судья, как вершитель закона. И он в данном случае, как он рассудил это? Кто-то украл деньги, а народ, пускай, вроде отвечает. Виктор Федорович, я вас внимательно слушаю, но, в общем-то, видите, ваш такой благодарный слушатель, и, думаю, наши телезрители тоже разделяют со мной это внимание к вам. Тем не менее, хотелось бы задать несколько вопросов, успеть за время нашего эфира задать вам несколько вопросов. Смотрите, на правом политическом фланге, оппозиционном правом политическом фланге, образовался уже единый кандидат. Это лидер партии ПАС, Майя Санду, который уступил лидерство Андрея Настасья, лидер платформы «ДА». Ну, здесь как-то, в общем-то, можно критиковать, можно там, ну, каждый свой взгляд на этот момент. Вот левый оппозиционный фланг, он не показал такого единства. Вот ваш взгляд, на ваш взгляд, почему? Что мешает сейчас при определившихся уже политических предпочтениях избирателей попытаться, ну, не знаю, мобилизоваться? Потому что, в принципе, ведь и те, и другие, я имею в виду представители этих политических сил, которые идут во власть из оппозиции, они же декларируют, будем говорить, единые ценности. То есть они не желают своей стране худшего, чем есть, наоборот, они хотят сделать как можно лучше. И тем не менее, разный рейтинг, разная степень доверия, разная степень отношения к профессионализму этих лидеров. Почему бы сейчас не пересмотреть какие-то свои амбиции и попытаться, ну, не знаю, вот так же мобилизоваться, как правая оппозиция? Ну, я как-то говорил, что, к сожалению, у нас в политике, вообще в молдавской политике много бонапартизма. То есть очень много лидеров, которые, значит, преувеличивают свое там значение в политике, они считают, что вот в одиночку или небольшой группой они решат проблему. Когда мы говорим о национальном примирении, вот по типу испанскому, там же было примирение не идеологическое, а было примирение именно в интересах национальных, в интересах вот национальных. Вот они согласились, что на этом этапе в первую очередь нужно сделать это, 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 а вот политическое противостояние идеологическое нужно оставить на второй план. Что касается вот вашего вопроса, да, идеологически эти партии близки. С другой стороны, мы были в единой партии коммунистов, мы уходили оттуда по-разному. Некоторые, имея аргументы, имея позицию, имея, значит, какие-то принципиальные подходы, проходя по уставу, как говорится, все там уровни противостояния, дискуссий, дебаты, и в конце концов люди ушли из принципиальных соображений. Однако есть и люди, которые ушли, как я говорю, в стан врага. То есть когда уходишь из партии, в любой, вот случай с Черчиллем, в свое время премьер-министр Черчилль уходил два раза, четыре раза, то есть он уходил из либористской в консервативную и возвращался обратно, а потом снова в консервативную. Его тоже называли предателем, но он говорил, единственное, что, за что можно обвинить человека в предательстве, это в предательстве родины и в предательстве родной матери. Все остальное, это интересы, в том числе национальные интересы, и если мне не нравится, как эта партия защищает национальные интересы Великобритании, не надо меня обвинять в этом. Вы знаете, время показало, что он был прав. В данном случае все эти наши бывшие коммунисты, все эти левые партии, Возрождение, партия там левая, которая еще есть, и другие, и другие. Мне кажется, что мы как раз наступил этот момент, и давно он наступил, чтобы мы забыли там свои старые какие-то обиды, потому что мы обидели друг друга на уровне 2007 года, 2009 года. Ведь 7 апреля и вообще то, что случилось в 2009 году, оставило очень глубокий шрам. Я, например, считаю, что президент Воронин предал, именно он предал суверенитет народный, потому что получив 60 мандатов, это что значит? Ты становишься репрезентативным. Вы, как гражданин, передали мне, вашему представителю, репрезентанту, власть. И президент, и партия коммунистов имела эту власть тогда. И он сдал. И мы его отговаривали. И 29 июля, и 11 сентября. Принципиально. И я, и там, и несколько других, значит, наших товарищей. Некоторые нас тогда обвинили в предательстве, что вот мы на кого-то там работаем. Время показало, что мы все-таки работаем на страну. Я не пошел в другую команду, я никого не предавал, на нынешнюю власть не работаю, я в оппозиции нынешней власти и так далее. И считаю, все-таки, с моим опытом, умею объективно смотреть на это. Мы постоянно призывали к объединению этих партий. К сожалению, не получилось. На этом этапе, и в том числе этот призыв господина Дадона, он верен. И в конце концов нужно хотя бы брать пример, как говорится, с правой силы. Хотя там большого объединения тоже нет. Вы видите, что объединились только эти две или три партии за единый кандидат. Но есть еще другие правые, которые ходят. Но вы правы, что именно этот сложный сейчас момент политический, ты не можешь стоять в стороне. У нас, между прочим, тоже были части наших активистов, которые говорили, ну, оставьте этот момент. Это не в наших интересах. Я говорю, это в интересах страны, это не в интересах Степанюка или кого-то. Поэтому нельзя нам не иметь, как говорится, своего видения, своего воззрения в этих вопросах. Абсолютно с вами согласен. Например, непонятно вообще, я вчера критиковал этот подход партии коммунистов по поводу бойкота. Потому что господин Воронин, с одной стороны, он проводит довольно ясный анализ, потому что действительно Конституционный суд без парламента изменил Конституцию. И это невидимо вообще. И надо было остановить парламент в первую очередь. Но с учетом того, что у нас нет этого парламентского большинства, который может остановить этот беспредел, и уже влезли, как говорится, в другой процесс избирательный. Воронин здесь, с одной стороны, анализ проводит на первом этапе правильно, но выводы какие он делает? Надо бойкотировать. А что значит бойкотировать? Это значит дальше, чтобы продолжился этот хаос или анархия такая неконституционная. С другой стороны, это конкретная поддержка нынешней власти. Потому что у нынешней власти появляются еще некоторые рычаги, чтобы снова задержать процессы, чтобы еще дальше управлять этой страной, может быть, не два, а еще шесть лет. Превращая ее в коронавирусскую олигархическую парламенту. Поэтому я знаю многих активистов Компартии, я знаю, что они люди разумные, они патриоты этой страны. И господина Воронина тоже призываю, я не потерял к нему авторитет. Я критикую его, но я многому научился. Я считаю его самым хорошим президентом за годы независимости страны. Я думаю, что он должен еще раз подумать, что он делает. Потому что действительно есть часть людей, которые не пойдут на выборы. Они, с одной стороны, никому не верят, с другой стороны, пытаются бойкотировать. Но бойкот работает на нынешнюю власть. И Воронин, и лидеры партии коммунистов должны на себя брать эту большую политическую, ответственность и так далее. А другие политические силы, я даже сегодня в нашей декларации призвал всех патриотов, всех государственников, в том числе левых, идти. Нет другого у нас кандидата. Там сложились у нас отношения, может быть, с Дадоном, там с другими. Не сложились. Это второй вопрос. На этом этапе очень ясно нужно поддержать, потому что мы в первую очередь поддерживаем президента. И надеемся на то, что надо будет договариваться, надо будет вести диалог со всеми малыми, большими, незначительными силами. Со всеми. Потому что иногда не решают великие, а решает все-таки простой народ, как говорится, крестьянин. С плугом там решает. И так далее. Хороший умный дипломат решает. Умный разумный президент решает. Даже иногда он в одиночку. И есть такие примеры в мире, когда один человек решал вопросы и поворачивал историю данной страны в другую сторону. В данном случае мы говорим о нашей стране, которую с одной стороны нужно спасать как с точки зрения социально-экономической, и с другой стороны надо сказать, что не надо терять время. И так 25 лет. И вы видите, как мы говорим с вами, в том числе дискутируем сегодня о состоятельности государства. Да, есть силы, которые будут критиковать и все больше и больше молдаван. Значит, вы не способны, как нациях не состоялась. А если мы по-настоящему патриоты, в том числе я говорю государственники, большая часть этих наших левых и центрических сил не считает себя государственниками. Тогда я не вижу никакого повода не объединяться, не работать вместе командой на единый результат. А результат, в конце концов, это страна. Это не Додон. Мы не говорим сегодня о Додоне. Мы говорим сегодня о том, что надо иметь состоятельного президента, специалиста. И в этом смысле история так решает сегодня вопросы, рейтинги показывают. Это основное лицо. Имеет команду. Мы не будем повторяться. И в данном случае я не вижу логического другого выхода, чтобы делать по-другому. Это бессмыслица делать по-другому. Понимаю. Виктор Федорович, под занавес нашей с вами сегодняшней встречи. Достаточно большой промежуток времени нас разделяет, отделяет от того периода, когда простой гражданин Республики Молдова принимал участие в голосовании за, так сказать, кандидата на должность президента Республики Молдова. В общем, кандидата на пост главы государства. До большой период времени за нас с вами делали депутаты. И вы, в том числе, будучи депутатом парламента, принимали участие в таком голосовании. Сегодня уже простым гражданам доверено это право. Но в целом, как проходит, на ваш взгляд, сам предвыборный период? Потому что я понимаю, что где-то части политической культуры кандидатов, претендующих на пост, главный пост страны, ну, где-то, наверное, она, может быть, оставляет желать лучшего. Может быть, наоборот, чего-то не хватает. На ваш взгляд, чего не хватает и чего бы хотелось увидеть? Во-первых, чего не хватает. С одной стороны, я должен сказать очень ясно, это очень грязная избирательная кампания. Никогда, наверное, во время избирательных кампаний не арестовывали людей, не издевались над определенными сегментами оппозиции и так далее. Может быть, здесь какие-то поводы есть. Может быть, с другой стороны, мы видим очень ясный интерес. Поэтому есть и предпосылки к фальсификации выборов. И, очевидно, большое количество избирателей, которых мы считаем, что нет в стране, завушено это количество. То есть есть предположения о грядущих фальсификациях? Безусловно. А при том, власти используют, мне кажется, и то, что называется подкумом сейчас избирателей, на полную катушку. То есть уже на этапе довыборном, предвыборном, уже используются разные грязные технологии. С другой стороны, надо сказать, что приходится признать, что и в других странах это тоже бывает. Поэтому надо научиться работать и действовать и в таких условиях. Конечно, когда большие проблемы в стране, нужно иметь объединённую оппозицию. Вот пример Грузии, в своё время Болгарии, Венгрии и других стран, Сербии когда-то. Показало очень ясно, что во имя национальных интересов, вот перспектив общества, можно собрать и левых, и правых, и в единый блок, антиправительственных, антирежимных, и идти, значит, в политику и двигать страну дальше. Этого у нас не случилось. Поэтому на этом этапе что нужно сказать? Компания грязная, с одной стороны. Чего ещё не хватает? Можно обвинить и власть, и парламент, что они приняли очень плохие изменения в законе. Они создали огромное количество преград именно для слабых партий, для непарламентских партий и для оппозиции. Надо сказать, что в первую очередь всё направлено против оппозиции. Очень мало дебатов. Конечно, они оставили дебаты вот только на эти последние две недели перед выборами, и это очень мало, потому что, я понимаю, кандидат буквально физически не успевает быть везде. С одной стороны, ему хочется быть в большом коллективе или в любом районе, он обещал. С другой стороны, его приглашают сразу 2-3 телевидения, иногда ему приходится там отправлять своих представителей. Но времени именно для конструктивного разговора по перспективным проблемам, внутренняя политика, внешняя политика, проблемы рабочих мест, проблемы профсоюза, проблемы, я знаю, возрождения промышленности, сельского хозяйства, по конкретике у нас нет дебатов. Вы понимаете как? Больше дебаты, я смотрю на всяких там телевидениях, дебаты больше носят геополитический характер, идеологический. Либо по политическим каким-то там принципам. Да, или обвинение во всех там грехах криминальных и так далее, и так далее. Притом позволяет себе в первую очередь власть устраивать всякие манипуляции. Поэтому избиратель должен быть очень и очень осторожным, очень внимательным, что происходит, и, конечно, опираться на тех людей, которые имеют все-таки опыт положительной работы в государственном аппарате, с одной стороны, и добивали в свое время каких-то успехов. Вот это очень и очень важно. Потому что любые крючки, любые сейчас преграды, для того, чтобы дать не тот результат, изменить, манипулировать и так далее, будет работать в первую очередь на результат, на конечный результат. Они надеются, власть надеется спутать карты таким образом, чтобы народ не понял, что произошло, и привести к власти своего кандидата. Если они приведут к власти своего кандидата, безусловно, что выборы сфалсифицированы. Это заметно уже сегодня. С другой стороны, если произойдет мобилизация, о которой мы с вами говорили, если коммунисты одумаются, если их электорат поймет, что господин Воронин здесь ошибается, что мы тоже, и в первую очередь кандидат Дадон, он же добивается и работает на страну, не работает на какие-то там другие интересы. Поэтому надо компромиссом идти и голосовать за этого кандидата, который имеет сегодня рейтинг, и умеет, и сможет, умеет и сможет, и мы надеемся, что он сможет вести, как говорится, и диалог, и уметь договариваться, и уметь разрешать проблемы страны, которые арки сложные. В том числе, я повторяю, не только во внутренней политике, но и во внешней политике. Виктор Федорович, спасибо за этот разговор. Я думаю, что какое-то количество ответов сегодня наши зрители услышали от вас, и, возможно, где-то, наверное, вот тем или иным резонансом в их мнении относительно того, за кого они будут голосовать 30-го числа, ну, это прозвучит. Ну, осталось несколько дней уже, как говорится, нужно решиться, но я знаю, что есть огромное количество людей, которые сегодня еще не знают, что делать, и некоторые, вот один даже сегодня мне говорит, вот я этим правым не верю уже, хотя я сам правый, вот, но вот не поднимается у меня рука голосовать за лево. Я говорю, а почему? У вас же дети, ваши дети хотят жить здесь, да, да, хотят, я хочу их вернуть домой, и так далее. Я говорю, слушайте, а какая беда будет, если вы проголосуете за человека, который попробует, ведь у него есть конкретные проекты, и вы помните, и он признает человека, что действительно в той команде мы добивались больше результата. Если ты признал, то уже признай, что не должен сидеть дома и бакатировать рядом с Воронином, значит, эти выборы. Иди проголосуй, потому что все равно, и чем больше людей придет на выборы, тем меньше возможности у власти фальсифицировать. Когда они могут? Когда там часть избирателей не пришло, и уже можно там зачеркнуть одно другое. Поэтому проверьте себя в списках сегодня, осталось еще 2-3 дня, с одной стороны, посмотрите своих родственников, посмотрите там сыновей, дочерей и так далее, поговорите с ним, посоветуйтесь еще раз, подумайте хорошо, потому что в конце концов, я повторяю, мы не голосуем конкретно за левых, за правых, за геополитику, мы должны голосовать, как говорят молдаване. Голосуйте за человека, которому вы понимаете, что он как хозяин все-таки сделает. Поправить хоть забор, исправить там дорожку, значит, хороший примарий умеет сегодня находить возможности и так далее, и так далее. Таким же образом президент должен искать выход. Все боятся, некоторые боятся, ну, Дадон там нам закроет дорогу в Европу. Да не может Дадон закрыть дорогу в Европе, она открыта 600 лет назад. Другое дело, что он попытается найти еще другие дороги, кроме этой дороги и так далее. У нас будет больше возможностей. Я надеюсь, что люди должны в конце концов логически смотреть на этот вопрос. прагматично смотреть, не на иллюзии и на обещания, а все-таки, кто конкретно может делать. Мы считаем, что Дадон сможет. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был лидер Народной социалистической партии Молдова Виктор Степанек. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин